Привет, дружечки-пирожечки! Товарищ Сафронов на страже хороших игрушек или осуждаем плохие игрушки. В общем, показываем разные новиночки, интересные, прикольные, разные игрушки. И вот сегодня та, которая у меня появилась в фикс-прайсе в моем. В фикс-прайсе, знаете, магазины, там, типа, низких цен, бла-бла-бла. И вот появилась такая игра под названием игрушка, игра под названием Рыцари. Рыцари. Что это? Сейчас разберемся. Я вот увидел просто новиночку, взял, чтобы показать вам. Вы ставите лайки, я вам показываю разные игрушки. Покупаю игрушки, хорошие или плохие, рекомендую или нет, вы поддерживаете в ответ лайками. Так что договорились так с вами обмениваться. Напоминаю. Здесь написано, что игра 6+, настольная игра Рыцари. Кстати, настолки в фикс-прайсах пропадают. В моих фикс-прайсах почти пропали все аннуальные классные настолки. Осталось очень мало. Каких-то, либо какие-то непонятные, либо не самые прикольные. То есть, либо с ними судится производители настолок, которые они копируют, либо настолки не так хорошо заходят, как просто игрушки. Ну, потому что в фикс-прайсе коммерция, коммерция, вы знаете, все в коммерции. Но, как факт, короче, настолки пропадают, так что если что-то есть, лучше взять. И если вам что-то интересно, лучше купить. Пусть оно будет, нежели чем потом искать где и где. Вот. Такая игра. Короче, здесь какое-то у нас поле. Как видите, развивает логическое и процессное мышление. Встань на защиту рыцарей синего ордена. Что за синий орден такой? Игра эта бывает в разных цветах. Цветах я видел зеленую и вот красную. Пока видел вроде две. Может быть два цвета. Может быть больше есть. Видно, что есть какие-то фигурки рыцарей. Видно, что есть какие-то кривые стены. И сзади мы видим комплектацию и правила. Ну, давайте комплектацию сейчас с вами вместе посмотрим. Вау! И мне сразу выпала фигурка рыцарей. Давайте на нее взглянем. Она очень прикольно сделана. Она маленькая. Я думал, побольше будет. Но посмотрите, он покрашен. У него есть такой пинчик. Видимо, ставить нужно будет. Но игра сделана. Интересно. Смотрите, есть карточки. Карточки. Вот такие. То есть, это прям настолка. Легкий уровень. Тяжелый. Легкий, тяжелый. Средний уровень. Сложный. Эксперт. И грант-мастер. Видите, сколько уровней. Есть задания, которым нужно расставлять этих рыцарей. Вот такие. Я так понимаю, что это, скорее всего, будут задания. Много-много разных заданий к разным уровням. Точнее. Может быть, это ответы. Не знаю. Или как это работает, пока не понятно. Так. Поле. Еще куча рыцарей. Вот такое поле. Кстати, сделано тоже не совсем плохо для фикс-прайса. Очень неплохой, по ощущению, пластик. Конечно, поцарапанный рыцарями уже и так какая-то тут грязючка на нем есть. Но для фикс-прайса неплохо. И вроде даже не кривой. Есть стены пластиковые. Ой, какие они классненькие. Лучше. Мне пока нравится именно не знаю, как игра. То есть, может быть, она там сложная или глупая или странная. Но как концепция. Ну, то есть, как исполнение всего этого. Это довольно забавно. Вот такие рыцари, кстати, они могут быть, наверное, волчками, смотрите, крутятся. Вот. Рыцари устанавливаются вот в эти вот штучки. Какой-то вариант типа полушахмат, наверное, или что еще покрашено. Здесь не очень ровно. Вот так. Я думаю, что опять калька с какой-то игры. Опять. Может быть, производитель настольных игр смотрит мои ролики и смотрит типа, ой, что это в фикс-прайсе? О, калька с какой-то игры. Это с нашей игры. Идут в фикс-прайс, говорят, что нет, мы будем продавать свою игру за 500 рублей, а не вы за 200. Точнее такую же, только чуть качество похоже. Есть, смотрите, стены, они отличаются формами. Видите? И мы должны ставить их куда-то сюда, сюда. Слушайте, ну, по ощущениям, это прям не уровень фикс-прайса, это уровень хороших каких-то магазинов, ну, то есть, которые продают прям непаль, да? То, что фикс-прайс, сами знаете, все подряд. Вот так выглядит игровое поле с наполненными этими чуваками. Правила. Давайте разберемся с правилами. Так, цель игры защитить рыцарей от разбойников, рыцарей красного ордена. То есть, красный орден у нас есть, сейчас потом уберем все вот эти стены. У нас есть синий орден, это наши типа рыцари, ну, как бы, точнее, рыцари, которые обороняются, и атакующие рыцари красные, ну, типа агрессоры. Почему разных цвет поля, я не знаю, видимо, просто для антуража такого сделано. Так, установите игровую платформу на ровную поверхность, выберите карточки с заданием. Ну, неважно. Тут, с другой стороны, кстати, что у нас? А у нас сложный уровень и сложный уровень. Давайте легкий уровень возьмем, возьмем вот эти вот отложим пока, вот эти у нас карточки. Написаны карточками с заданиями и решениями. А, точно, это решение, а это задание. Грандмастер, нет. Эксперт, нет. Легкий, давайте, какой-нибудь легкий уровень. Раз, ну, два, не знаю, две карточки или одну. Выберите карточку, одну написано с заданиями. Хорошо, выбрал карточку с заданием. Так, расставьте все элементы согласно схеме на карточке. То есть, вот на карточке мы видим, берем, и у нас элементы. Красных ставим двух. Так, вот так, она лежала, да? Красных ставим двух. Вот сюда есть. Синих ставим вот сюда синий, сюда другой синий и сюда третий синий. Остается по одной фигурке. Здесь одна фигурка осталась, здесь две фигурки остались. И нам нужно вот такую стену с двумя башенками, которая выглядит вот так, и поставить ее вот таким образом. Не очень, кстати, хорошо встает, не очень ровно. Ну, вроде как бы встает, но не очень ровно. Дальше. Ваша задача оградить рыцарей синего ордена от рыцарей красного ордена при помощи стен. Переставлять рыцарей при этом нельзя. То есть, у нас рыцари вот так стоят, но у нас есть стены. Стены – это наш ребус как раз. Да. Рыцари синего ордена считаются защищенными только в том случае, когда он огорожен стенами со всех сторон. То есть, вот у нас, как бы, видите, часть замка, а нужно оградить их полностью. Рыцари синего ордена могут находиться как в одном ограждении, так и вместе, так и по отдельности в разных ограждениях. Так. Я понял. Ну, вот у нас есть задание, да, и есть стены. Вот, значит, рыцари, еще раз, красного ордена могут находиться как в одном ограждении вместе, так и по отдельности в разных ограждениях. То есть, эта игра получается для одного, да? То есть, это получается просто логическая игра для одного. И это задание у нас номер 6 Пока ответ не буду смотреть Пока ответ не буду смотреть У нас есть вот эти Но тут не сказано, сколько у нас ходов И как мы должны это поставить Если мы поставим так То мы оградим вот этого рыцаря Но у нас останется вот этот Если мы оградим вот так То этот рыцарь тоже останется Но не сказано, сколько раз можно перемещать Какие штуки Понимаете То есть Еще раз Я ничего не могу понять Так Задание, рыцари, вот это вот все Так, у нас стоит стена Хорошо, нужен ответ Давайте, чтобы недолго тут я соображал Шестерочку И будет понятно тогда на примере одного Вы наверняка все поняли, конечно, и так далее Ага, да Все вот, все верно То есть эту нельзя трогать стену Вот сюда у нас идет одна стена Вот, можно посмотреть Шесть Сюда у нас идет Шесть, где у нас шесть Вот эта стена у нас идет Вот сюда И вот эта стена у нас идет вот сюда Та-дам, мы выиграли По всей видимости, нужны песочные часы Время или количество ходов То есть, или что Нужны условия Что мы, например, не можем переставить После того, как поставили Все Допустим, да Допустим так Либо просто это как головоломка Но Идея в том, что здесь очень много Действительно Шестьдесят заданий Шестьдесят заданий Это на время На какое-то, да Потом Можно, наверное, усложнить И придумывать что-то самим Вот То есть, красный рыцарь, видите Он Можно как-то Ну, я думаю, что только можно с заданиями Потому что Возможно, это какой-то с компьютерной игры Потому что Смысл, как бы Именно Играть с кем-то Или как-то Вот после того, как вы шестьдесят заданий Все прошли Но вы их забудете, да Как они делаются И можно заново И заново И заново Но шестьдесят заданий Это время решить Действительно То есть, за вечерок Там Пройти пять заданий И вот у вас На много вечеров Там Допустим, вот на одной Сколько здесь вот у нас Здесь у нас Четыре Шесть Получается Двенадцать заданий Раз Два Три Четыре Пять Вот эти Не знаю, как вы Как захотите, так и решите Я точно еще не знаю, как Я буду играть Это во все Но с ребенком поиграю Посмотрю, как ему Интересно будет ему Или нет Вроде как Прикольно Оформлено Именно само Поле Тут дело в оформлении Что здесь и поле И карточки И все довольно качественное Это одна из тех игр Которая Весьма Качественно сделана Ну и В принципе Она действительно для одного То есть, не обязательно Здесь второй игрок Можем ли мы в таком виде Убрать это все В коробку Потому что Настольная игра Подразумевает Что поиграли И убрали Если это оставить В таком виде Все растеряется Так Наверное Башенки будут мешать Да Поэтому нужно Снять Рыцарей можно оставить Наверное Проверка Рыцарей можно оставить А вот башенки Придется снять Стены Ограждения Вот у меня не влезает Как она у них была Изначально Как они ее сюда запихнули Не знаю Как они сюда запихнули Все царапается И так далее Наверное с другой стороны Прям как-то Сложно Нет Это важно Потому что Для настолки Убрать ее Это Есть Правильная история Но и Оставить Не убирая Тоже прикольно И выглядит прикольно Да Это просто как бы Как действительно Какая-то рыцарская история По идее Так надо убрать Вот так Чтобы тогда у нас Тогда у нас уместится И башенки И все Да Я все равно не понимаю Они как бы Как-то все равно Аккуратно с ними надо Потому что они Боком Может каким-то Полубоком Нет Здесь это Как-то распирает коробку Эта стена Вот так Рыцари сюда Засыпали И карточки Убрали в пакетик Обратно сложили Все 249 рублей Такая вот настолочка Еще раз Кому просто интересно В фикс прайсе надо брать Потому что Потом пропадут В принципе Как бы для настолки Вроде небольшая цена А логические Действительно Какие-то развивают штуки Главное Вот если вы даете ребенку Там 6 лет Уберите карточки с решениями И вместе с ним Такие вы Расставляйте вы А вот пусть он решает он Я думаю Что так будет Можно им вместе Время провести И подсказки им Какие-нибудь давать Одну подсказку дали Там одну поставили Если он не понимает Ну и так дальше Уже сам разберется А дальше Уже на сложных уровнях Тоже можно Какие-то подсказки Вот Такая игра Лайк Если вам понравился ролик И интересная игра была И вообще Можно поддержать канал До новых встреч Пока-пока